Добрый вечер и хотел бы сегодня рассказать вам про окно Джо Гарри. Это стандартное вступление в психологию человека и я думаю, что с этого нужно начинать каждому, кто хотел бы разобраться в своей личности и благодаря этому разбираться в личностных других людей и в соответствии нормально реагировать на людей, хорошо себя позиционировать в обществе и вследствие быть успешным. Так вот, как я уже сказал, это окно Джо Гарри. Это два ученых, имя одного Джо, как ни странно, второго Гарри и они систематизировали некие принципы, с которыми мы сегодня знакомимся. Первая зона этого окна, вот, это открытая зона. Открытая зона в себя включает то, каким является человек, какими его видят люди, какими он видит себя сам, то, кто он есть. Вот, поэтому и называется она, соответственно, я знаю, другие знают. То есть, здесь все понятно. Я знаю, что меня зовут Константин, другие знают, что меня зовут Константин. Я знаю, что я живу в Киеве, другие люди знают, что я живу в Киеве. Я знаю, предположим, что у меня карие глаза, другие люди знают, что у меня карие глаза. Я знаю, что я сангвиник по темпераменту, и другие люди это знают. То есть, это видно, это очевидно для меня, это очевидно для других людей. Вторая зона этого окна, это скрытая. Скрытая. Это я не знаю. Другие. Знаю. Получается, что есть какие-то сферы, которые замечают во мне другие люди, есть какие-то черты характера, которые замечают во мне другие люди, есть какие-то таланты, которые видят во мне другие люди, есть какой-то потенциал, который видят во мне другие люди. Но я в себе этого не вижу. Все говорят, что я добрый и хороший человек. Мне кажется, что я, предположим, злой. Все говорят, что ты легко сходишься с людьми. А мне кажется, что мне так сложно общаться с людьми. То есть то, что, возможно, вам говорят другие люди, но вы в себе этого не замечаете. Это то, что о вас знают другие люди, но вы об этом о себе. Еще не знаете, пока не знаете. Но я думаю, что если вы научитесь прислушивать к людям, к другим, прислушиваться к своему, возможно, внутреннему голосу, то вы это о себе можете узнать. Третья зона окна Джугари это зона скрываемая. Скрываемая. То есть я знаю, другие не знают. Это то, что я знаю о себе и о чем другие не знают, не догадываются. Возможно, это какие-то мои увлечения или таланты, которые я никогда не открывал. Возможно, это мои какие-то пороки, которые я никому никогда не показывал. Возможно, это какие-то мои старые проблемы или какие-то мои старые заслуги или какие-то мои прошлые достижения, о которых никто не говорит. Возможно, это какая-то грамота, которая пылится у меня на полке, которой в третьем классе я завоевал, предположим, медаль на олимпиаде. Вот, на детской, на школьной. Но об этом никто не знает, но я об этом, о себе это знаю. Я знаю, что я могу там добиться какого-то определенного успеха. Но этого обо мне никто не знает. Или, наоборот, есть что-то, что я скрываю умышленно. Я скрываю какие-то свои недостатки. И я их скрываю, и о них никто не знает, кроме меня. И, в принципе, возможно, о них может никто и не узнать. Да, это как скелет в шкафу. Я знаю, что он у меня есть, но никто про него не знает. И это скрываемая зона окна Джугари. И есть четвертая закрытая зона. Это я не знаю, другие не знают. Это можно отнести к потенциалу моему. К моим будущим нераскрытым способностям. К моим будущим нераскрытым талантам. К моим будущим возможностям, которые я еще пока не реализовал. Возможно, во мне скрыт великий художник. Но я просто еще пока не записался, с детства стремился записаться на курсы по изобразительному искусству. Начать рисовать, писать пейзажи или портреты. И, возможно, во мне скрывается великий, известнейший, знаменитейший художник. Но пока этого не видят другие, этого не вижу я. Почему? Потому что я пока в себе этого не открыл. И эта зона окна Джугари, она закрытая. Если вы научитесь анализировать себя и увидеть в себе явные вещи, то, что открытые, то, что знаю я и знают другие люди. Если вы научитесь разбираться и анализировать слова людей, которые говорят о вас. И увидеть скрытую себе зону, то, чего вы не знаете, но другие знают о вас. Если вы научитесь, я закрываемая зона. Если вы научитесь то, что я знаю, а другие не знают. Возможно, что-то открывать. Возможно, перед кем-то признаваться. Может, у кого-то попросить прощения. Может, перед кем-то извиниться. И если вы научитесь открывать закрытую зону, где ни вы не знаете, ни другие вас этого не знают Если вы пойдете, возможно, запишетесь на курсы игры на гитаре Или вы пойдете и начнете танцевать на танце И у вас откроются новые таланты, новые возможности Или вы начнете новый бизнес, и у вас заработаете миллион или миллиард, возможно То есть, возможно, это поможет вам тоже знать себя лучше А когда вы будете знать себя лучше с помощью этого окна Джугари Вам будет проще общаться с другими людьми Почему? Потому что вы тоже будете видеть их открытые, скрытые, скрываемые и закрытые зоны И это будет помогать вам строить отношения Это будет помогать вам в личностном росте Это будет вам помогать в семье Это вам будет помогать в дружбе, в бизнесе Это будет вам помогать везде Поэтому «Окно Джогари» это вступление в психологию, это начало психологии и это начало отношений. И если вы сможете это применить в своей жизни, а я надеюсь, что вы сможете сегодня, то вам будет проще. В конце советую вам для закрепления материала посмотреть один хороший фильм, он называется «Всегда говори да» с Джимом Керри. И вы поймете, какие у вас возможно заложены потенциалы, что о вас думают другие люди. В этом фильме очень хорошо, в юмористической форме и хорошей игры Джима Керри эта тема раскрыта. Поэтому желаю вам удачи, всего доброго и увидимся.